Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Российская госавтоинспекция отметила 77-ю годовщину со дня образования. Мэр Анапы Сергей Сергеев лично проверил, как идут работы по сбору урожая. Приемные и замещающие родители ближе и роднее биологических. В мэрии накануне праздника святых Петра и Февронии поздравили семьи. Дело время потехе час. Рота ДПС отмечает в этом году два дня рождения с двумя красивыми датами. Анапскому отделению 20 лет и 77 лет со дня образования госавтоинспекции. Как отпраздновали общий день рождения сотрудники Рота ДПС в Анапе, расскажем прямо сейчас. История 20 лет в коротком фильме. Тогда современная техника, сегодня эхо из прошлого столетия. Изменилась система организации работы. Сегодня в автопарке Рота ДПС более 30 служебных автомобилей, оборудованных спутниковыми системами ГЛОНАСС. Сегодня появились арены, сегодня появились измерители скорости, видеокамеры на территории Краснодарского края. Сегодня мы, не выходя с машины, можем проверить любой автомобиль, любого человека по базе розыска и другим программам. Все это изменилось, все это меняется. Поэтому и требования сегодня и к нам предъявляют наши граждане, предъявляют совершенно новые требования. Сегодня хотят видеть в каждом из нас защитника своего. И цель, и задача нашей на сегодняшний день – это оказывать помощь нашим водителям, нашим гражданам в охране общественного порядка и безопасности дорожного движения. Как бы ни ругали инспекторов и сколько анекдотов не придумывали, если случается беда на дороге, водители и пешеходы за помощью идут к полицейским. В первую очередь за силой, правом и справедливым решением. Горячее сердце и рассудительность – самое точное описание профессиональных работников. О профессиональных качествах с точки зрения религии рассказал про Теири Александр, почетный гость в Роте ДПС. Что такое профессиональный праздник? Этот праздник достойный праздновать действительно профессионалы. А профессионал кто? Не тот, кто много денег зарабатывает на своей работе, на своей профессии, а тот, кто знает ее, любит ее, живет ей и служит ей. В подарок на день рождения службы – икона святителя Николая, чудотворца. Икона святителя Николая. Это он – покровитель всех путешествующих и странствующих, в том числе за рулем и на дорогу. Отец Александр благословил службу сотрудников и осветил служебных коней. Под каплей святой воды выстроились все инспекторы. И в завершение торжественного мероприятия сотрудники Рота ДПС возложили венки к памятнику погибшим. Наталья Пухальская, Алексей Махортов, Анапа. Регион. В Анапе за порядком следят представители силовых структур, помогают казаки, выявляют незаконных мигрантов, прибывающих на работу на строительные объекты города-курорта. Профилактические проверки проводят ежедневно по плану и выезжают по сигналам местных жителей. У иностранных работников проверяют документы, нелегалов депортируют. На одной из таких внеплановых вечерних проверок побывала наша съемочная группа. С целью выявления нелегальных работников. В ходе данной проверки были задействованы органы УФМС, УВД участковые, администрация города-курорта Анапа. Были проверены объекты, как санаторий десантник России, Южный. По результатам проверки выявленных нарушителей не было. По оперативной информации, рейдовая группа, усиленная нарядом казаков, выехала в Витязево. Проверили документы у 40 мигрантов, прибывших на работу на летний период. Документы оказались в порядке. Нехарактерная для июля погода приостановила сельхоз работы. Анапские хлеборобы приступили к решающей и самой ответственной фазе работы – уборке урожая. Погода преподносила селянам сюрприз за сюрпризом. Осень была засушливая, а весна заливала дождями. Собираемое на полях в Анапском районе урожая в среднем составляет 48 центнеров с гектара. Как идет уборка, расскажет наш корреспондент. На полях агрофирмы «Гастагай» показатели выше средних по Анапе. Здесь хлеборобы собирают 51 центнер с гектара. Был вид на ожидаемый урожай немножко плохой. Но несмотря на это, нам удалось за весенний период внести достаточное количество минеральных удобрений. В свое время она проводит химпрополку и, соответственно, вышли на урожай неплохими успехами. В этом году анапским аграриям предстоит убрать урожай зимых зерновых и зернобобовых культур на площади более 11 тысяч гектаров, из которых более 10 тысяч занято пшеницей. Всего планируется собрать порядка 54 тысяч тонн зерна. Достаточно неплохой урожай по сравнению с прошлым годом. На сегодня убрано уже 3200 гектаров. Это почти 30% уборочной площади. Глава города-курорта Сергей Сергеев оценил, как идет уборка. Побеседовал с комбайнерами. Поинтересовался, вовремя ли выдают зарплату и устраивают ли их условия труда. Тут же в полях провел планерку с подчиненными. Сделал акцент на том, что в Анапском районе земли не должны пустовать. Мэр поставил задачу начальнику управления сельского хозяйства Александру Колесникову. Тем, кто хочет и умеет обрабатывать поля, надо дать такую возможность. А у нерадивых хозяев земля должна изыматься. Освобождаемые земли передавать рачительным землепользователям. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Продолжаем выпуск. На одной из центральных улиц города, Владимирская, 5, прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти Виктора Ивановича Кочмалы. Он работал заместителем председателя Анапского райисполкома с 1964 года. Затем председателем исполкома Анапского совета народных депутатов. Виктор Иванович внес большой личный вклад в развитие города-курорта. 3 июля этого года Виктору Ивановичу исполнилось бы 80 лет. Вся его жизнь – это созидание, говорят представители администрации и ветераны органов исполнительной власти. В период его руководства активно развивались санаторно-курортная и строительная отрасли, инфраструктура Анапского района, возводились школы, больничные корпуса. Мне удалось проработать с Виктором Ивановичем в течение 7 лет, когда был главным врачом центральной районной больницы. И хочу сказать, что Виктор Иванович не задавал вопросы, почему. Он всегда говорил, что надо и как будем делать. И вот, что надо и как будем делать, родился родильный дом за счет резерва Совета Министров Российской Федерации. 5 мая 1977 года начали стройку. В это же время началось строительство пищеблоков больницы, инфекционного и терапевтического корпусов. На Крымской была открыта детская поликлиника. При его непосредственном участии в 1980 году был принят первый генеральный план Анапы. Мы начали и очень правильно сделали, устанавливать памятные доски нашим ветеранам, нашим учителям, нашим великим людям, которые сделали очень много для Анапы. Такую работу мы продолжим и дальше. У нас есть много выдающихся людей, которых нельзя забывать. Мы обязаны их помнить и всегда на их примере учить и наше молодое поколение, и жителей, и гостей Анапы. Виктор Качмала был истинным сыном своего отечества, родной Кубани. Он награжден медалью за доблестный труд и орденом «Знак почета». И к другим темам. Счастливые семьи становятся еще счастливее, когда в семье рождается ребенок. Накануне Дня семьи, любви и верности, известного как День святых Петра и Февронии, в администрации города чествовали приемных родителей. Героев нашего времени, ставших настоящими родителями для маленьких анапчан. Есть ли счастье в детях? Семьи Антроповых счастье пятикратное. Татьяна и Дмитрий воспитывают сына и дочь. Пять лет назад семью приняли троих девочек, оставшихся без внимания и заботы родителей. Честно говоря, инициатива от него исходила. Я ей предложил, чтобы... Я пришла, ему рассказала об этом, что вот так и так. Я говорю, чего-то я побаиваюсь. Он говорит, дом есть, место есть, говорит, бери, попробуем. Это о супругах Антроповых говорят в древней присказке. И все делают вместе. Самое главное, ну это, скорее всего, взаимопонимание, потому что дети это такие же, ну взрослые люди, как мы. Просто у них очень мало опыта. И нужно терпение, чтобы объяснить им некоторые вещи. Ну и, конечно, любовь. Вот такая нехитрая философия. Накануне Дня любви, семьи и верности семью Татьяны и Дмитрия отметили. Благодарность от мэра Анапы Сергея Сергеева за любовь. Каждый год таких семей становится больше. В этом году благодарности получили пять супружеских пар. Так и хочется сказать, горько в вашей семье. Да, но пусть всегда будет сладко. Цветочная тема на экране, как поздравительные яркие открытки. В каждом букете ромашки – символ чистой любви и верности. Цветы русского поля – знак любви князя Петра Муромского и простой девушки Февронии. Петр оставил княжине, чтобы жениться на крестьянке. Красивая история верности и любви в основе религиозного и светского праздника. Еще один подарок семьям – иконы Божьей Матери с молитвой и общее фото на память. Чтобы через несколько лет дети с гордостью рассматривали маму и папу и, возможно, смогли повторить смелый и благородный поступок своих родителей. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров – салона магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 5 июля в Анапе будет безоблачно, тепло и солнечно. Температура воздуха днем 26-28, ночью до 22 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-восточный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Вода в Черном море у берегов Анапы прогреется до 23 градусов по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунапарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Станьnes. Стань. Стань чемпийüd. Стань.